Всем привет! Сегодня 15 февраля 2022 года. Мы с вами находимся на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка. Заезд на мост есть, асфальт есть, за мостом пока еще тяжелого бетона нету. Да, здесь пока тощий бетон мы видим. И впереди у нас село Бережнивка. Там у нас интересный объект, подземный переход. Сейчас будем смотреть, что из него сделали за прошедшее время. Кстати, обращаем внимание, здесь заканчивается и тощий бетон, и дальше. У нас пока еще старая дорога продолжается. Как мы видим, метров примерно за 150 до перехода у нас заканчивается тяжелый бетон и по левой стороне. И здесь какая-то непонятная временная субстанция, которая не очень похожа на тощий бетон. Хотя она достаточно гладкая, но в то же время фактура не та. Если это тощий бетон, то возможно его так выкатали машины. Но если нет, то могу предположить, что это какая-то временная основа, которую потом переложат. Здесь в Бережнивке мы все еще находимся на участке РДС. Насколько я помню, данный переход для РДС строила какая-то субподрядная организация. Я вам затрудняюсь ее назвать. Как видим, здесь еще по этой стороне не закончена входная группа. Пандусы, лестничные марши. Хотя сам переход забетонирован, засыпан. И по нему, как вы видите, открыто техническое движение. Ну, давайте перейдем на другую сторону. Попробуем заглянуть в переход, если нам это удастся. На противоположной стороне у нас, конечно, картина более радостная. Здесь есть изменения относительно того, как мы застали этот переход в прошлый раз. Наживлены уже какие-то перила. Здесь также стоят перила. Сейчас мы спускаемся по пандусу вниз. Даже вроде относительно сухо. Да, я бы сказал, что сооружение достаточно грандиозное в масштабах села Борежнивка. Видимо, здесь какие-то очень уважаемые люди обитают. Что-нибудь такое запроектировали. Чистенько. Ну, не сухо, но, по крайней мере, луж нету. Просто мокрый пол. И вот мы вышли на другую сторону, куда заглядывали с самого начала. Здесь, конечно, еще такой серьезный объем работы предстоит сделать. Но, думаю, как только потеплеет, все это будет проделано успешно. Далее, сразу же за переходом у нас начинается тяжелый бетон по двум направлениям. Это мы выезжаем из Борежнивки. Но, по какой-то причине, правая сторона у нас снова закрыта. И все движение идет по левой стороне. Насколько я помню, в прошлый раз ее уже открывали. Хотя, может быть, это было чуть дальше. Тут меня уже память подводит. Мы продолжаем ехать по тяжелому бетону, который укладывала компания РДС. Нет, пожалуй, все-таки на этом участке у нас еще движение было по одной стороне. Впереди у нас сооружается путепровод для сельхозтехники. Причем, мы видим, уже возвели опоры. И забетонировали, похоже, ригель. Останавливаться не буду, потому что особо там ничего не поменялось кардинально. Только забетонированные стойки появились. Да, все правильно. После этого путепровода у нас движение расходилось уже на две стороны. Буквально в считанные минуты пронеслись мы весь участок РДС. Здесь он заканчивается и начинается участок Анура. Впереди у нас объезд Кобеляк. Надо отметить, что движение отличное. Дорога полноценная, четырех полоской. Нигде не надо никого обгонять. Очень ровненькая, качественная. Ехать одно удовольствие. Сейчас мы уже на Ануровском участке. Видим, здесь тоже продолжается четырех полоска. Переезжаем через однопролетный мостик. К нему какая-то грунтовка проложена, но пока не совсем понятно, для чего это. Так для меня этот объект остается загадкой. Переезжаем через путепровод над Кошкой. Здесь у нас тоже движение по двум сторонам. И похоже, путепровод, по крайней мере верхняя его часть, полностью закончен. Впереди мы видим хитрую машину, которая бурит коротенькие, неглубокие ямы, скважины для установки столбов освещения. Такую машину я вам когда-то показывал на каком-то другом объекте. И здесь у нас мостик. Но с мостиком ничего не поменялось. Его так и не достроили. Справа и слева от трассы проложили дорогу с асфальтным покрытием, которая ведет, судя по всему, на маленький туннельчик. Я вам когда-то показывал, как его делали. Такая себе небольшая развязочка для лихового транспорта. Так же наверняка, как скотопрогонник он используется. И далее продолжается еще куда-то дорога. Ага, здесь уже у нас два туннеля было. Да, не знаю, зачем их два, но зачем-то сделали. Впереди мост через Вортклу. Далее движемся по объезду Кобеляк. Мы проехали весь объезд Кобеляк. Только в одном месте я заметил земляные работы. Там очень похоже делали пешеходную дорожку на подземный туннель-переход. Более каких-то работ не ведется по этому участку. Но, в общем-то, он уже практически закончен. А может быть и совсем закончен. Так же вы помните, на объезде Красного сооружали путепровод. Я хотел на него заехать, но там тоже, как и в более раннем путепроводе, никаких заездов не обнаружен. Очевидно, только с полей на него можно попасть. В то же время внешне он особо никак не изменился со временем нашего ведущего обзора. И мы приближаемся к границе областей. Вы, наверное, замечаете уже второй обзор подряд. Вначале мы так очень подробненько все начинаем. Много изменений каких-то. Ну, а далее дорога почти готова. Конечно же, это приятно. И это внушает нам надежду на то, что, как я сказал в самом начале, в этом году уже вся дорога будет открыта на Полтавской территории. И вот мы с вами проехали всю Полтавскую область и добрались до границы в области Днепропетровской. Градусник нам подсказывает, что уже почти весна наступила. Плюс 7 градусов, возможно, еще потеплеет сегодня. И я начинаю побаиваться, как бы мне на своей полноприводной машине где-нибудь там впереди не утонуть. Но оптимизма мне добавляет вид технологической дороги, которую делала компания Анур здесь. Я напоминаю еще раз, здесь генподрядчиком является компания Автомагистраль Пивдень. Но какой-то участок, порядка 5 километров, делает Анур. Далее еще порядка 5 километров делает РДС. И далее уже самостоятельная Автомагистраль Пивдень. Что интересно, вездесущий пронырливый Вейс уже обозначил вот эту дорогу, как строительство трассы Н-31. И хотя она еще официально закрыта, по ней никого не пускают. Но тоненькую линию мы можем обнаружить на карте и по ней следовать. Так что движемся, знакомимся с изменениями в Днепропетровской области. Дорога хоть и накатанная, и твердая, но достаточно горбатая. И особого кайфа по ней ехать нет. Но делать нечего, ехать надо. Впереди мы видим штабель забивных свай. Я вам его уже показывал. Но тут ощущение, что он стал больше. Появилась какая-то бытовочка, но каких-то работ здесь я не вижу пока. Хотя при ближайшем рассмотрении я обнаружил вдалеке свои бойку. Также мы видим, здесь лежит один штабель свай, дальше еще один. И еще какие-то сваи лежат там. Так что мост такой не слабенький должен получиться. Что это может быть, я вам пока сказать не могу. Проекта я не видел. Вряд ли это будет пешеходный мост. Быть может, это будет развязка со старой дорогой. Может быть, это будет переезд для сельскохозяйственной техники. Я думаю, через пару месяцев здесь уже что-то обрисуется. И мы сможем понять, что здесь строят. Километра полтора у нас тянулась такая слабенькая корыца на две полосы. И вот мы уже подъезжаем к огромным кучам. Трудно сказать, что это или песок, или щебень. Но видно, что здесь за то время пока нельзя было вести земляные работы. Очень много материала подвезли, складировали. Да, это песок. Очевидно, он пойдет на формирование насыпи. Здесь видим, каких-то активных земляных работ пока нет. Но везде возвышаются кучи материала. Прямо такие терриконы. И вот впереди у нас появляется работающий манипулятор. Разгружает он сваи. Снова-таки забивные. Правда какие-то короткие. Пока проезда нам не дают, появилась возможность понаблюдать, как ребята занимаются погрузкой и разгрузкой. Как видим, техника здесь ануровская. Но это неудивительно, потому что мы все еще едем пока по субучастку Анура. Но из этого мы делаем вывод, что Анур здесь собирается и строить какое-то искусственное сооружение. Правда, по такому маленькому заглублению свай, можно предположить, что это будет какой-то мостик. Хотя, трудно сказать, пешеходный мост здесь вряд ли имеет смысл строить. Здесь никаких сел рядом нету, но, возможно, просто очень плотный грунт под нами. Мои ноги сейчас выглядят примерно вот так, и это нам объясняет, почему мы здесь сейчас не видим земляных работ. Думаю, любая техника тут утонет, поэтому здесь каких-то чудес ожидать не приходится. Мне даже складывается мнение, что гораздо эффективнее работать на морозе, чем во время оттепели. Вот так вот я испортил ребятам их насыпь. Как видим, нога проваливается под моим весом сантиметра на 3 до 5. Это при том, что здесь относительно утрамбовано все. Возможно, вы обращали внимание, когда я вам описываю дорожное строительство, то время от времени я говорю, что есть такая проблема, когда замокает насыпь. Когда она замокает, то ее приходится просто снимать и менять на другой грунт. И, возможно, для вас не совсем понятно, что здесь плохого. Ну, замокло, потом высохло. Вот, когда замокает, то оно превращается вот в такое вот. Оно такое глинистое, оно такое скользкое, и насыпь начинает просто ползти. То есть верхние слои насыпи, они под своим весом уползают в стороны. Поэтому это очень плохо. И, ну, в нижних слоях насыпи, возможно, это допустимо. Но, когда насыпь уже возвышается на энное количество метров, и там внутри такое будет, то это очень проблематично. Поэтому стараются всегда накрывать чем-то, успеть насыпь. Ну, лучше всего, если это хотя бы нижний слой асфальтобетона. Ну, в крайнем случае, это может быть тощий бетон. Но не оставлять вот эту песчаную часть незакрытую. Понятное дело, что здесь еще достаточно тонкий слой, поэтому это не проблема. И здесь он быстро высохнет, когда припечет солнце. Но когда идет наслоение уже несколько метров, там грозит грунтозамещением это все. Еще раз хочу повторить свое замечание, которое я вам озвучивал в предыдущем и, возможно, в предпредыдущем обзоре. Здесь очень и очень много водопропускников строится. Я это говорю для тех, кто не смотрел или пропустил этот момент, для того, чтобы больше к нему не возвращаться в этом обзоре. И мы нигде останавливаться на них не будем. Их здесь просто десятки. Теперь мы доехали до дороги Назаренки-Ляшкивка. Назаренки у нас там, на горизонте. А Ляшкивка у нас прямо здесь. Видим такие печальные заброшенные хатки, которые попадают под застройку дорогой. Также здесь сделали временную дорогу. А вот эта дорога, если вы помните, когда мы первый раз начали вот эту часть дороги в Днепропетровской области обозревать, и я тыкался, тыкался, то вот эта дорога, это была первая дорога, куда я уперся. И дальше проехать не смог. Нам пришлось объезжать. Сейчас через нее уже есть переезд. И, собственно, зачем я здесь остановился? Для того, чтобы показать вам, что появились уже свайные поля из забивных свай. Здесь будет над этой местной дорогой сделан путепровод. Здесь я обнаружил табличку, которая нам сообщила о том, что мы с вами находимся на 225-м пикете. Я напоминаю, дорожные пикеты размечаются через каждые 100 метров. И на этом участке нулевой пикет расположен возле моста через канал Днепродонбасс. Таким образом, мы сейчас находимся, если смотреть по трассе будущей дороги, на расстоянии 25,5 километров от канала. Напомню, что если ехать по старой дороге, то от границы Днепропетровской области и до этого моста расстояние примерно 35-36 километров. Мы с вами проехали по прямой порядка километров четырех. У нас сейчас заканчивается где-то вот здесь впереди участок Анура и начинается участок РДС. Таким образом, кроме того, что люди, которые будут ехать по новой трассе в перспективе, они экономят время, не заезжая в Царичанку и во все остальные городки и села, которые по дороге находятся, также дорога существенно спрямляет им путь. Ну, порядка 10 километров экономится. На самом деле мы видим работающий экскаватор и один из самосвалов только что привез что-то, а перед нами уезжает самосвал, который разгрузил в свою очередь свой груз. Сейчас мы уже находимся на участке, на субучастке РДС. Я прошу прощения за заляпанное лобовое стекло. К сожалению, здесь по-другому нельзя. Теперь мы добрались до дороги Шаревка-Цибулькевка. Здесь, вы помните, я вам показывал свой забивной копер. Судя по всему, он большую часть своей работы уже выполнил, потому что самого копра я не вижу, но зато вижу вот такое красивое свайное поле, с которого уже добыли выпуски арматуры. И ребята готовятся бетонировать здесь ростверкопоры. Далее мы видим, еще лежат сваи, но я не знаю, будет ли их забивать туда дальше, или же это на какую-то другую стройку. Здесь участок, еще раз повторюсь, генподрядчик автомагистраль Пивдень, субподрядчик РДС, но работают какие-то субсубподрядчики, мостовики. Сейчас попытаюсь там, ребята что-то делают, пойду с ними пообщаюсь. Да, видим, здесь активно идет процесс, подрезают лишние выпуски арматуры. Мне удалось пообщаться с прорабом мостостроителей, он мне уточнил некоторую информацию про данный объект. Мы находимся на 237-м пикете, здесь я исправляюсь, предыдущий пикет, который я вам называл, был не 225-й, а 255-й. Возможно, вы заметили несоответствие, когда я сказал, что мы находимся в 25-ти километрах с половиной от канала Днепр-Донбасс. И при этом назвал 225-й пикет. Итак, там был 255-й, здесь 237-й. Компания здесь работает из Одессы, называется Transmobile, они работают на субподряде у РДС. Причем, что интересно, не они здесь били сваи, они мне не уточнили, кто им бил сваи, но сказали, что здесь еще надо сваи под две опоры сделать. Мост будет иметь длину почти 49 метров, три пролета мостовых и четыре опоры. Одну опору сваи нельзя бить, потому что пока там дорога, а дальнюю опору нельзя сваи бить, потому что там проходит газ, который еще надо перенести. Кто будет переносить газ, я, честно говоря, не скажу вам. Может быть, автомагистраль Бивден, а может быть, РДС. Что еще интересно, здесь будут использованы в этом путипроводе П-образные балки, что очень редко встречается. Я, честно говоря, когда посмотрел проект, думал, что какая-то львовская фирма проектировала, потому что, я знаю, львовяне очень любят такие балки использовать. У них там где-то недалеко находится завод, хотя еще один завод где-то в Украине есть, который такие балки производит. Но оказалось, что проект делала фирма киевская с очень трудно произносимым названием, поэтому заранее прошу прощения, что я их не назову, не запомнил. Итак, компания Трансмобайл, город Одесса, будем знать и периодически заезжать к ним в гости, проверять, как у них идут дела. Видим, периодически здесь требуется работа грейдера, он расчищает дорогу, потому что вы видите, что на дороге. По той же причине, которую я вам описал выше, земляные работы здесь сейчас не идут, только мостовые. Хотя я очень удивлен, но вот вижу первый бульдозер, он там просто закапывается в грунт. Но похоже, это не основная насыпь, а всего лишь складируется песок, поэтому это не очень удивительно. Да, по насыпи сейчас никто не ездит, но песок возят. Я уже несколько самосвалов РДС-овских здесь встретил. Вы видите, мои опасения утонуть, здесь были не беспочвены. Сейчас мне практически не удается чистить стекло. В то же время я вижу, что за время пока стояли морозы, насыпь насыпали достаточно высоко. И в некоторых местах она уже выше, чем водопропускники железобетонные. Теперь мы с вами подъехали к небольшому туннельчику, который начинала строить компания Бастион Одесская. Но здесь я вижу ребят в куртках автомагистрали Пивдань. Сейчас попробуем узнать. Может быть они решили дать только начальный цикл Бастиону, а далее в свои руки все взять. Я пообщался с ребятами, действительно здесь автомагистраль Пивдань. Бастион сделал плиту, вывязал часть каркаса и по какой-то причине они отсюда уехали. Но зато мы видим, за полтора месяца, которые прошли со времени нашего предыдущего обзора, здесь уже практически одну стену забетонировали, вторую стену наполовину забетонировали. И собираются начинать вязать каркас на свод. Что не говорить, оно снимает дорожные работы весной и осенью. Это то еще удовольствие. Вот так вот выглядит у нас сейчас машина. Отмыть стекло практически невозможно. Просто уходит и уходит омывалка. Стекло не чистится. И ребята нам уточнили, что были мы только что на 199-м пикете. Ехать просто кайф. Теперь мы доехали до косого путепровода для дороги Кравцивка-Царичанка. Сам путепровод, насколько я вижу, не поменялся визуально, но зато здесь идут работы по приведению в порядок откосов. Видим, ребята раскатывают специальную сетку. Я вам показывал, что она из себя представляет, для того, чтобы засыпать ее черноземом и засадить растениями. Также сверху работает экскаватор. И внизу тоже экскаватор что-то там подгребает нижний ярус откосов. Честно говоря, не ожидал я здесь увидеть такую работу, потому что вы видите, насколько все размокло. Но тем не менее, что интересно, вы видите, здесь сделана специальная канава дренажная, которая не дает вот этой всей влаге стечь вниз и дополнительно там, чтобы это все размокало. Насколько я понимаю, эта канава будет в перспективе бетонироваться. Также мы с вами видели на южном обходе Днепра. И такие вещи, они обычно практикуются возле глубоких выемок, потому что здесь идет большой водосбор и надо, чтобы эта вода не текла по газонам, не размывала откосы, а каким-то образом централизованно собиралась. Упустил я вам интересный момент, когда ребята скатывали сверху вниз рулон. Кстати, видим такие молодцы парни. По такому крутому откосу, грунтовому взбираются. Ну что, здесь я полюбовался, особо мне вам нечего показывать, кроме работ по откосам, ничего другого здесь не ведется. Кстати, мостовики тоже куда-то свой городок убрали, но я думаю, они сюда приедут, когда им надо будет доводить до ума мост. Я вам рассказывал, здесь уже все в конструкциях собрано, плита забетонирована, но необходимо еще забетонировать технический борт. Здесь, если не ошибаюсь, тротуара не предусмотрено. И установить отбойники. Похоже, здесь еще будет освещение, так что и освещение сделаю всего. Теперь мы добрались до первого из двух туннелей на этом участке. Это 156-й пикет и следующий, 138-й нам, ребята, подсказали. Здесь мы видим, появилась лотковая плита и растет потихонечку каркас для бетонирования стен. Этот туннель у нас только начинался, когда мы в прошлый раз здесь были. Ну а следующий туннель, он уже должен быть в более готовом состоянии. Теперь мы проехали 2 километра, добрались до следующего туннеля. Действительно, мы видим, здесь уже выведены стены и ребята готовятся вставить опалубку на бетонирование свода. Ребята мне уточнили, либо я не дочув, либо на предыдущем пикете мне сказали не совсем правильно. Это 134-й пикет. С большим трудом удалось мне отмыть стекло и мы заехали на возвышенность, которую называют в народе урочище или гора Колытва. Хотя я вам уже говорил, Google думает, что Колытва немного в другом месте находится, недалеко отсюда. Но тем не менее, так мои коллеги называют это место, поэтому для большей понятности я его тоже так буду называть. Итак, я вам уже показывал, здесь было заасфальтировано несколько слоев асфальтобетона. И далее у нас село Рудка. На окраине этого села ребята из Мастбуда начинали сооружать путепровод. Когда мы здесь были в прошлый раз, то работы находились в стадии бурения свай. Сейчас посмотрим, изменилось ли что-то с тех пор. Полтора месяца прошло, теоретически могло бы поменяться. Я вам показывал в прошлый раз, здесь только засыпали откосы. Так, ну вот здесь получится ли нам съехать или нет. Кто-то здесь уже что-то пытался проехать и получилась колея. Идем на разведку. Вообще, конечно, красиво здесь выглядит все. 125 пикет. Это 12,5 километров до канала. Да, рискованно здесь, конечно, ехать. Ну, сейчас попробуем. Хотя здесь такое болото впереди. Что интересно, я не вижу никакой активности по трассе. Возможно, выстаиваются сваи. Сейчас доедем, проверим, что там и как. Ну, а далее, вы видите, насыпь подсыпалась. Но работы приостановлены были из-за того, что пошел такой расколбас весенний. Теперь мы спустились с горы и видим, что село Рудка начинается вот там. Знак начала населенного пункта стоит от меня метрах в 70. Что вот это за строение, трудно мне сказать. Может быть, какое-то предместе этой Рудки. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что мы здесь видим. Спланированная, расчищенная площадка, подсыпанная шлаком. Сделана обваловочка. Сделаны дренажные канавы. Но самих мостовиков я здесь не вижу. Еще раз повторюсь, здесь бурили сваи. Ребята из компании Мостбуд. Возможно, они набурили необходимое количество свай и уехали. Мы уже с вами встречали такую схему работы автомагистрали Пивдень и Мостбуда. Когда Мостбуд делает только свайные работы, а потом заезжает мостовое подразделение автомагистрали и начинает строить дальше путепровод. Выводит уже опоры, делает пролеты и так далее. Возможно, тут так будет. Быть может, из-за погодных условий или еще из-за чего-нибудь приостановили здесь работу, чтобы потом, через какое-то время, возобновить ее. Пока спросить не у кого, информации нету, поэтому принимаем к сведению то, что мы здесь видим. С другой стороны дороги я не вижу никаких следов бурильных работ, но я припоминаю слова ребят из Мостбуда, которые говорили, что здесь где-то проходит газопровод и пока его не перенесут, здесь бурить ничего не будет. Так что очевидно, пока идет работа по переносу коммуникаций. Ну а мы движемся дальше, потому что время у нас уже 3 часа дня. Хотя день у нас существенно удлинился, но все равно надо поспешить. Мы проехали несколько километров и впереди у нас виднеется лес. Я вам уже ничего не комментировал, потому что больших изменений я не заметил. Но вот здесь мы видим, складируется интенсивно материал, пока нельзя насыпь насыпать. Сюда свозят бутовый камень, песок. Огромные кучи получились. Высота у них, наверное, метров 7-8. Здесь постоянно курсируют обе стороны самосвалы. Сейчас навстречу нам движется очередной. От нас выезжает очередной. То есть работа здесь не прекращается, даже в такую погоду. Мы проехали знак 90-го пикета. Я как-то забыл прокомментировать. Здесь у нас уже давно продолжается участок, где автомагистраль Пивдень работает самостоятельно. И мы подъезжаем к двухочковому железобетонному квадратному водопропускнику. За ним лес. Видим, ребята что-то здесь делают, но похоже, это все еще процесс складирования. На стрёме бульдозер. И все это насыпается в большущую кучу. Далее мы видим фронтальный погрузчик. Готовит место для очередных куч. И впереди у нас въезд в лес. К сожалению, насколько я вижу, пока просеку не сделали еще под дорогу. Так что этот кусок леса остается неповрежденным, непобежденным. Я вам уже рассказывал. Мы едем через лес. Кажется, что это далеко. На самом деле это достаточно большой крюк я делаю. А если посмотреть с дрона, то здесь совсем узенькую и короткую полосу необходимо вырубить. Так что здесь лес сильно не пострадает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова